Всем привет, друзья! Меня зовут Эмджер Амон, и добро пожаловать в Чумовую Пятницу от Крафт Шоу. Сегодня пятница, а это значит, что мы продолжаем играть в игры, в которых есть изюм. Сегодня я лысый, с бородкой, как вам нравится. И у меня сегодня гости. А, ну, прежде мне... Позвольте мне представить мои 26 девушек. Дамы, пожалуйста. А он всегда хвалится, да? Там, в студии. Помолчите, пожалуйста, подождите. Сегодня в Велом? Вот они, леди. И я думаю, вам они нравятся так же, как и мне. Я выбираю это на каждый день месяца. Ну, некоторые из них, в общем, повторяются, к сожалению. Финансов не хватило. Видите, мне нужно вот столько денег, чтобы позволить себе еще пять девушек. Поэтому вы мне сегодня должны помочь. А помочь мне сегодня, собственно, должны два человека. Это Рич Маквуд, который умеет думать. Привет. Думать? Если бы я умел думать, я бы не попал в этот гарем. Здравствуйте. Я так волнуюсь. Первый раз на телевидении. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы все вырежем. Я вам огуречки привез солененькие. Это в соседнюю студию относите. Тут у нас немножко другие вещи нужно приносить. Мы любим ключи от Бенли здесь. Ну, ключи-то у меня есть сколько хочешь. Бутылочка Хэйнесси. Можно пустую, в общем. Ну, что у вас есть. И Марин Бонзаец. Привет. Привет. Приветствую вас. Ну, если Рич человек, который думать умеет, то я буду в противовесному человеку, который думать не умеет. Все будет чисто интуитивно. Тогда я предлагаю тебе 27-е место в этих рядах. Я согласна. Ты только что доказала. Есть. Мы снимем первой. Она его не заслуживает. Она уже слишком гордится. Она гордится слишком своим первым местом. Но она не подозревает, что второе место поглядывает на ее место. Тем более они... Такие вот полки опять 18+. Да что с нами такое последнее время? Весна уже заканчивается. Друзья, и сегодня мы будем с вами... И впереди жаркое лето. Да, так вот. Тут помимо того, что... Я сейчас объясню, ребят, правила. Помимо того, что должны открываться здесь чемоданы, здесь вообще должны сниматься платья. Но поскольку рейтинг у игры низковат, то, в общем, платья сегодня сниматься не будут. Извините. В общем, ну, я знаю. А меня, между прочим, именно так заманили. Я разочаровал тебя, да? Ну, что поделать? Все, поздно. Ты уже стоишь вот здесь, смотришь на это все. И, друзья, перед нами сегодня игра... Дила на дил. Я уже прикован цепью. Я вроде правильно прочитал, да, название английского? Да, да, именно так. Дила на дил. Дила на дил. Вот мы сегодня с вами играем. Вот, Дила на дил. И позвольте мне рассказать вам правила. Но прежде чем я расскажу, ребята, я думаю, что белый цвет сегодня не очень хорош. Давайте сделаем так, чтобы девушки переоделись. Вот сейчас я создаю магию. Прямо здесь. Прямо здесь и прямо сейчас. Но поскольку рейтинг игры, друзья, напомню, низковат, то весь процесс переодевания вы не увидите. Зато Ричи бонзается, и я насладимся процессом. Погнали. Бам! Как вам? Я... Это было достаточно мило. Ты мне скажи, почему изнанка с одной стороны белая, а с другой фиолетовая? Ну, тебе понравился процесс, да? Вот как это все происходило. Ну да, 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 да. Это было занимательно. Удобно, знаешь, двусторонняя куртка, а тут двустороннее платье. Тебе шнуровкой наружу. Причем я напомню, ребят, что бюджет нашей передачи не включает в себя нижнее белье для наших моделей. Поэтому сам процесс был еще интереснее. Но я попросил девушек... Это же место для фантазии. Переодеться в фиолетовое, потому что, ну, вы в курсе, в общем, почему фиолетовое. И у нас здесь... И ничего пошлого. У нас здесь борьба за то, кто будет вторым игроком, а кто будет первым. Сейчас у нас ходит второй. Вот так вот я решил. Ходит второй игрок сначала. Окей, пусть ходит. И я предложил, в общем, сыграть в камень-ножницы-бумага. Поэтому на 3, 2, 1 Рич и Марина произносят одно из трех слов. Хотя можно еще ящерица-спок добавить, но... Это затруднит, мне кажется. Ну, в камень-ножницы-бумага ящерица-спок, по-моему, умеет играть только Шелдон. Поэтому, ну, три варианта. Давайте, готовы? Три, два, один. Ведро. Камень. Камень бьет ведро. Это правда. Побежает Марина в этом... Значит, я хожу. Я понял. Значит, а за что мы боролись? За первое, да? Поэтому... За то, что второй игрок ходит. А, за то, что второй игрок ходит. Но он же второй ходит. Значит, Марина второй игрок. Все. Вот на этом мы порешили. Все честно и прозрачно на наших выборах. Прекращайте все. Ну, естественно, как во всех телешоу. Итак. Марина. Давай я расскажу правила. Я расскажу правила. Давай, рассказывай. Перед нами... Я забыл, что я ведущий телепередачи. Я должен быть... Я должен быть... Убедительным. Поэтому сейчас... Убедительным. Ну что же, Марина. Смотри. Перед тобой двадцать. Это не убедительно, нет? Нет. Это ты убеждаешь, что двадцать седьмой будет. А меня как ты убеждать будешь? Я что-то не понял. У меня пиво есть. Приходи. Все, видишь, потек. Ну, жарко, в смысле. Итак. Марина. Марина. Да-да. Да-да. Перед тобой сейчас двадцать шесть кейсов. Ты должна выбрать один. Выбранный кейс сгорает. Я напомню, что в каждом из них находится сумма. От одного цента до миллиона долларов. И в ваших интересах получить максимальную сумму, которая находится в этих кейсах. И спустить в казино. Сейчас ты должна выбрать один кейс, который откроется, и открывшаяся сумма сгорит. Побеждает у нас тот, у кого будет максимальное количество денег в последнем кейсе, который он откроет. Либо после каждого открытого кейса вам будет звонить банкир и предлагать вам выкуп. Приняв этот выкуп, вы выбываете из гонки, но у вас на руках остается определенная сумма денег, на которую вы соглашаетесь. Минус налоги. Ты сейчас объяснил правила таким голосом, каким расскажут предысторию, как вы любите эротическому фирму. А все впереди. Мы же еще не играли в эту игру. Но ты еще не знаешь, что тебя ждет впереди. Ты еще не знаешь, что ждет проигравшего. Поэтому. Оу. Да. Итак, ребята. То есть я автоматически победил или как, потому что я уже боюсь проигрывать. Вот тут ты задрал интригу до небес. Да, да. Итак. Я вот наоборот склоняюсь к тому, чтобы проиграть теперь. Да? Ну ладно. Ты что, испугался? Все, закончили игру. Да. Да, я испугался. Я испугался. Пока, пока, удачи всем. Я испугался того, что зрители успеют увидеть. А если они успеют увидеть, мой канал закроют. За эротику. А, подожди, какая эротика? Я же не сказал конкретно, что в конце будет. Так, спойлеры. Ладно. Не сказал, но уже нафантазировал. Выбирай себе кейс. Эм, хочу пятнадцатый. Да, она неплохая. Пятнадцатый. И это... Тысяча долларов. Это хороший старт, хороший старт, хорошее начало. И банкир хочет знать. Не согласна ли ты выйти проще или замуж? Нет, я чё-то не согласна. За пять тысяч. Я вынуждена отказать. Пять тысяч это как-то... Но толпа с тобой не согласна. Толпа скандирует. Толпа... Пять тысяч и кнопочка. О боже. Ты готова нажать на эту кнопку? Нет. Нет. Пять тысяч. А я хочу ещё поиграть, наверное. Ладно. Ноу дел. Что ж, теперь очередь Рич Маквуда. И Рич Маквуд у нас... И Плеер 1 ходит вторым. Как настоящий мужчина... Три. Выбирает... Три. И это... Не три, а цифра три. Двадцать пять тысяч долларов. Это не так приятно, как... Допустим, открыть доллар. Но... Тебе предлагают десять тысяч. В два раза больше, чем Марине. А-а-а-а. Хорошая сделка. Ну смотри, если мы так продолжим, то может быть мы и дойдём не до миллиончиков. Он предлагает когда-нибудь миллиончиков. Он глупый банкир. Нет, я не... Толпа просит тебя принять решение. Нет-нет, толпа. Нет-нет-нет. Всё, тихо, всё. Хорошо. Я не согласен. Ноу дел. Марина. Ох, опять выбирать. Так тяжело. О боже мой. Их столько много, они все такие милые. Слушай, а куда пропадают девушки? У всех третий размер, кстати. Знаешь, там под ними открывается такая дыра, и они... Они в неё падают, мне кажется. Хотя, подождите. Мне в этих пикселях трудно понять, всё-таки это третий размер или не третий размер? Третий. Ты только с третьим берёшь к себе внимание, да? Третий размер ноги? Ушей. Длина волос. По размерам. Маски. Из первой, второй, третий размер. Волос. У него, между прочим, у всех одинаковый. Нет. Это стандарт для отбора? Нет, ты что? Там чуть-чуть разное. Там чуть-чуть разное. Чуть-чуть-чуть. Форма очищается. Да. Я не понимаю, что мы обсуждаем. Цвет. Цифру, цифру. Мы оттенок фиолетового сейчас обсуждаем. Назови цифру. Пусть будет пять. Это девушка-азиатка. А тебе вот всё, да, вот в эту сторону? Да, да. У меня нравятся азиатские девушки. Что теперь? Ну, ты в курсе, что ты её только что уничтожила? Я уничтожаю конкурентов просто, понимаешь? Ты смотри, она сейчас достанет какой-нибудь меч. Отстреливая. И мы сами офигеем от того, что здесь будет происходить. Ладно, пятый номер. И это... Пять баксов. Отлично. Да пошла ты нафиг. Отлично. Так это хорошо для тебя, что это пять баксов. Ну, отлично, да. Что там больше вариантов в конце будет оставаться. Шестнадцать тысяч. Шестнадцать. Ну, я смотрю, там такие цифры, как семьсот пятьдесят, пятьсот, может, больше будут предлагать. Интересные такие, да? Да, такие, знаешь, заманчивые довольно. Так что я, пожалуй, пока откажусь. А не вот эта хургонка. Да. Ну, идёт по нарастающим. Ну, пока неплохое начало. Шестнадцать тысяч один. Я всё жду, когда вы откроете миллион баксов. Давай, выбирай. В каком чемодане миллион баксов? Восемнадцатом. Ей на мою вид восемнадцать. Семьсот пятьдесят тысяч долларов. Ваши шансы становятся всё жидче и жидче. В смысле? Мой миллион потом будет. Восемнадцать тысяч долларов тебе предлагают. Я вынужден обратить твоё внимание на то, что слева открыт всего один чемодан, а справа уже открыто целых три чемодана. Так и что ж мне теперь делать? По щучьему велению открою чемоданы слева. Я не согласен. Нет, нет. Я хочу остаться в игре. Тут слишком интересно. Становится теплее. Просто всех тянет навлево, понимаешь? Хорошо. Твой выбор. Окей. Пусть будет... Кого бы скинуть с этой сцены нафиг? Пошла вон. Пока мы не видим, приходят здоровые мужики. Страшно. И Леонид приходит и такой... Тыссс, дело на дел! Смотри, с верхнего ряда дольше лететь. Ноги может сломать еще к Путина. Ну если тебе это нравится... Нет, я пожалуй... Ладно. Ты хочешь поговорить о том, что мне нравится? Я хочу поговорить с тобой о том, какой чемодан тебе нравится. Мне нравится номер двадцать. Двадцать. Номер двадцать. У нее красивые волосы. Да, слишком красивые для этой игры. Так, повыдергивай. Десять баксов! Десять баксов! Она радуется, но она не знает, что прямо сейчас ее сбивает со сцены. Вернее, уже знает. И это двадцать четыре тысячи долларов! Ну пока еще в игре очень большие заманчивые суммы присутствуют. Так что я пока откажусь. Хорошо, но учти, что скоро это может кардинально измениться. Например, Рич может сделать так, что прямо сейчас улетит миллион. И это... Это боксерская двоечка. Давай. Семьсот пятьдесят. Просто. Тысяч. Семьсот пятьдесят. Ты вот как... Нет, тысяч уже было. То ты открываешь тысяч, то теперь открываешь просто семьсот пятьдесят. Тридцать тысяч. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы меня такой дешевкой не купите. Прошу. Марина. Убрать. Твои шансы. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Пускай будет девятое. Девятый номер начинает опасливо посмотреть по сторонам. Она начинает задаваться вопросом. А куда же деваются девушки после того, как открывается чемодан? Все остальные тоже начинают нервничать. Главное правило. Это семьдесят пять тысяч долларов. А предложение у нас на сегодня. Хочешь сказать, что тёлочки отправляются на скотобойню? На мясцо? Они скорее отправляются на силиконобойню. Итак, тридцать шесть тысяч долларов. Пока не исчерпан правый столбик, я пока откажусь. Хорошо. А может быть и плохо. Кто знает. Рич, твой ход. Так, не, ну смотри. Дигана растает. Живучий. Давай, живучий. Двадцать пятую. Двадцать пятую. Сбрасывай её оттуда нафиг. Сто баксов. Она не думает, что это элитная. Сто баксов. Местичкость. Я даже горжусь вами. Вы начинаете открывать левый ряд. Сорок две. Ой, какая хорошая цифра. Сорок две тысячи. Я даже задумался. Но я не могу очень долго думать, поэтому нет. А если подумать подольше? Я сломаюсь. Давай нет и всё. Не дави на него. Марина, я позволь, прежде чем ты примешь своё решение, скажу тебе, что левый ряд уже почти закончился. А вам придётся открыть все сундуки, все кейсы до последнего, до двух последних. Я это понимаю. Поэтому я вышибаю номер первый. Слушай, а когда мы успели их возненавидеть? Не знаю. У меня просто, знаешь, женская ненависть ко всем остальным женщинам. Триста тысяч долларов улетает в трубу прямо сейчас. 46 тысяч долларов тебе предлагают. Вот это уже, на самом деле, интересное предложение. То есть ты бы взял? Недостаточно интересного. Я пока откажусь. Да, мы себе цену знаем. Есть ещё шанс. Ну что ж, дорогие зрители, с нами сегодня собрались рисковые ребята. Они отказываются от этих невероятно крупных сумм. А, ты же обещал наказание. 22. И 22 у нас... Один цент. Ура! Один цент это уже, ну, по крайней мере, не самый позорный результат был бы для финала. Да. 50 тысяч. А что, у нас уже финал? Когда полуфинал был? 50 тысяч. Да, ну их. Это... Слишком много нулик. Это почти что середина. Почти что середина правого столбика. Почти что середина. Почти что середина, почти что сконска. Но там ещё миллион открытый. Да. Ты это, я математику там это, да. Да? Поэтому... То есть да? Не, 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 откажусь, откажусь, да. Да? Я отказываюсь. Слышишь, он ещё тут будет коверкать. Может быть, ты сам себе, Дима, и денежки заберёшь потом, да? Ну, я там... И волосы нарастит. Да. Отсюда-сюда, отсюда-сюда. Есть некая ещё формула, по которой в этой игре можно играть. Да мы сейчас скальпсин сняли с 20-ой уже. Но эту формулу я не раскрою. А формула... А формула... Номер 23. Выйдите вперёд, пожалуйста. А, ты в этом смысле? 50 баксов. Чем больше вы открываете левый столбик, тем болезненнее будет для вас открывать дальше оставшиеся кейсы. Я, конечно же, отказываюсь. 60 тысяч долларов, и ты отказываешься от этой суммы? Да, я отказываюсь. Я не такая, я отказываюсь. Трамваи здесь не ходят, если что. Но я для не таких сообщаю. Хорошо, Рич. Не таких? Нет, ну... Антитолерантность, так, хорошо, 4. 400 тысяч долларов. Да ты что! Я готовлю себя подминал. Тебе предлагают ту же сумму? Ту же сумму? Да ту же сумму? Да я его, знаешь, куда? Ваши шансы падают. Чем дальше, тем сумма будет меньше. Если он в обратную сумму пойдёт считать. Ну и пусть считает. Читоводы, звездочёт, вели учёт. Просто запомни этот момент. От меня сделку, от меня сделку. Запомни этот момент. Чуть позже, ты вспомнишь, когда у тебя будет на руках каких-нибудь там бакс, ты вспомнишь, что тебе предлагали 60 тысяч долларов. А мне будет смешно, потому что бакс это как бакс банни. А бакс банни смешно. Надо, я сделаю себе пометку для нашего персонала, что приглашать нужно чуть более адекватных людей. Хорошо. У тебя рейтингов не будет. А ну тебе надо? Марина, осталось всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, три, четырнадцать кейсов. Четырнадцать кейсов. И скольки из двадцати шести? А вот я вот и выберу двадцать шесть. Она, бедняга, надеялась, что её не заметят. Что ж... Что ж, Оксана, прощайте. Поэтому залезла на гору. Десять тысяч долларов. Окей. Не жалко. Это не так плохо. Но! Семьдесят тысяч. А, то есть он дальше продолжает. А чё это ей больше предлагать? Чё-то я не понял. Просто, просто девушка. Нет, я, конечно, подозреваю, почему. Ну да, да. Ты просто понимаешь, он на что-то мужчины-то их не любят. Тебе часто мужчины деньги предлагали, скажем так? Ну... А я... Не, мне платить деньги нечто такое. Э... Эфемерная толпа. Да? От кого я получаю зарплату? От ОНО. Ну, что ты скажешь? От пространства. Ну, я пока ещё поломаюсь. Я откажусь. Набиваешь цену, да? Хорошо. Да, да. Хотя... Это пространство столько мне не платят. Плеер 1. Пожалуйста, сделайте выбор. Да. 11. 11-11. Иииии... 50 тысяч долларов. Улетели. Мы всё уничтожаем правый ряд. Да как-то неправильно. Теперь тебе предлагают 80 тысяч. Ты просил, чтобы больше предлагали? Пожалуйста, банкир услышал твои просьбы. Отлично. О, прекрасно. Предложи мне больше. Всё. Закрывай. Кнопка несчастна в этой игре. Что ж. Окей. Пусть будет. Есть одна прекрасная девушка с короткой стрижкой. Она мне улыбается. Но она не в зале. А, просто мне улыбается. Ну, не здесь. Она вот там, среди зрителей. Поэтому я пока отвернусь, а ты выбирай. Да-да, я тебе позвоню. Да. Вы понаблюдали, как... Сценка, как Рамон общается с постерами. Рамон общается с девушкой в зале. Да-да-да-да-да-да. Извини, извини. Ваш выбор. Пусть будет 17. Не буду тебя разочаровывать. Двести баксов. Отлично. В правильном направлении движемся. Ну, смотри. Но доллар все равно еще есть. Девяносто тысяч. О, ну. Девяносто... Девяносто мало. Я хочу больше. Я на 90 тысяч себе даже туфель нормальный. Есть одна песня, в которой говорится, что кого-то сгубила жадность. Ты уверена, что ты хочешь пойти по стопам? Очень веселая песня, но плохо заканчивается. Нет, я откажусь. Player One. Рич Маквуд. Yeah. Ну, давай 24-ю посередке. Вышибем. Прощайте. Стреляй. Татьяна. Стреляй. Двести тысяч долларов. Да что ж ты творишь-то? Ты бьешь по большим целям, я смотрю, да? Ты не мелочишься у нас в этой игре. 95. Ух, а у нас шансы маленькие, да? Каковы твои шансы, что среди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кейсов, в которых максимум 5000, осталось всего 3 сундука, в которых есть больше, чем 5000. Как ты думаешь, я рисковый парень? Ты у кого спрашиваешь? Я у тебя спрашиваю. Я с вами вижусь впервые. У нас нет умовства на нашем шоу. А я тебя видел по телеку. Не, я думаю, что миллион все-таки мой. Это очень рисковый шаг. У нас должно быть шоу. Шоу-мазун. Видишь, у нас... Мы тоже видимся в первый раз, а уже спелись. Может быть, это провокация? Так, я думаю выбрать десяточку. Бедная. А так стоит одиноко по центру. Бедная. Бедная Мишель. Прощайте, Мишель. 500 баксов. Вот честно, я должен отметить, что у Марины рука легкая. Отлично, так смотри. Только благодаря ей, Рич, ты еще не открыл миллион на первых парах и на последних парах. Может быть, она пока постреляет, а я подожду свой миллион. Я пока подожду. А вот это уже действительно стоило бы подумать. Ну ладно. Я подумала. Я быстро просто подумала. Ну, дел. Хорошо, у нас осталось всего восемь кейсов. Восемь кейсов. Нет, пять. Девять. Дрегер-дрегер. Двадцать один, давай. Девять кейсов и... Двадцать один, я уже волнуюсь. Замечательный возраст как раз нашей... Как тебя зовут? Как? Люся она. Люся. Георгиня, говорит, ее зовут. Да, Люся она, я знаю, соседка моя. Ладно, Люся, раскрыли. Георгиня. Чего бы ее сжалела. Ей как раз 21 год. И... 400 баксов. Да, я под тотальном шоке просто. Под тотальном под татушке. Ну, давай. 135 тысяч. Ух ты. 135. Это больше, чем все остальное, кроме двух кейсов оставшихся. Ну, там же. Но они ведь оставшиеся. Но они ведь есть. Ох, следующий кейс открытый будет таким разочарованием для вас, чувствую. Нет, подожди. Но ведь их все равно еще два. Поэтому no deal. А кто нас сейчас выбирал 21? Это не важно. No deal. Это и правда, по-моему. Не важно. Ладно. Плеер 2. Please. Ну, что бы совсем девушек произвести по углам, пускай будет 16. Кудряшка с Ю. Прости. Бежали деревки по углам. Один доллар. Один доллар улетел. Прям по ветру. Как в том фильме, помните? Был фильм про историю одного доллара. Очень интересное кино. 165 тысяч долларов. Это ничего не меняет. Это меняет многое. Нет, пока нет. Что 160, что 165. Мы уже зажрались. Да. Так, ну давай, ты говорил, тут методика какая-то есть. Ну давай шестерочку, чтобы симметрично выставить их. Это моя главная помощница. Она делает за меня всю грязную работу. Пожалуйста. Ну пусть пойдет посуду пока помоет. Ладно. Отправляйся. Я ей даже имя не давал. Да, не падают. Имя не давал. Ну правильно, не сближайся с ними. Главное не сближайся с ними. Миллион долларов! О нет! Я знал, что я делал. Я должен изображать сострадания по моему контракту. очень-очень-очень жаль. Извините. 75 тысяч внезапно предложение стало. Ты посмотри на него! Нет! Что за фигня? Нет! Вот если бы он не предложил 175, я бы еще то, знаешь, так подумал. Он предлагал похожую сумму на предыдущих ходах. Он хитрый. О да, он умный. А я упертый. No deal. Так, мне кажется, вы уйдете, у каждого будет по 25 или по 75 долларов в кармане и будете потом внукам рассказывать. еще есть шансы. Хорошо. Тем выгоднее для нашего шоу. Я даже не должен уговаривать вас соглашаться дальше. шесть их осталось. Три там и три тут. Какова будет твоя тактика? Кого же выбрать? Выбрать. Девушки, подмигните мне там, не знаю, как-нибудь. Дай мне знак. И нельзя не на работе. Ну, че уж, я поделюсь. Я поделюсь. Эй. Было бы чем? Давай. Я просто никто этого не видит, я уже пистолет достал и жду, когда кто-то подмигнет. Восьмерочка. Восьмерочка мне явно какие-то знаки подает. Так, уведите ее со сцены. Не, только не я. Проводите, пожалуйста, девушку. 300 долларов. Она обманщица. 300 долларов. Предложение 95 тысяч. Но откуда? Да как так-то? Нет. Видишь, оставляет интригу. Что понимаешь? Нет, я не согласна. Два пункта было. Ну его нафиг. О, хорошо. Осталось Он мне больше предлагал. Осталось 5. Так, идем по старой схеме, да? 13. И 5000. Вот теперь становится интересно. Тоже заберет 25 долларов. 125 тысяч. 125 тысяч это хорошо. А я их беру. А ты берешь? Реально? Берешь? Вот 25. Мои 125. Хорошо, поэтому сделай. Рич хитрый. И теперь, Марина, перед тобой задача открыть три сундука. А я ушел в студии или остался? Нет, ты тут и ты пока можешь купаться в этой куче денег. посмаковать и победу будешь. Можешь перебирать эти деньги перед лицом Марины. В общем, что хочешь, можешь. Обмахиваться ими, знаешь, как пересложить и обмахиваться. Не пахнули. Окей, давай сразу 500 тысяч открою. Это семерочка пускай будет. Да? Ну ладно. Да, сразу уж так. Самый счастливый номер. Да, давай. 100 тысяч в себе хранит. Угу. 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 У тебя один из трех шансов взять 500 тысяч. Я сейчас продую. Со своим везением я... Ты можешь забрать 145 тысяч. Или один из трех или 145 тысяч. Он забрал 125. А что больше предлагали? Я напомню, что если ты сейчас заберешь 145, то ты выигрываешь игру. Ну, 125-то у меня остается. Да. Ха. Тогда мне вообще все равно. Знаешь, сколько людей богаче меня? Нет. 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 Я бы, конечно, взяла 145. Оу. Ну, так, чисто прагматически думаю. Но мне кажется, это было бы неинтересно и интрига бы потерялась. Оу. Поэтому я отказываюсь. На первом же открывшемся кейсе интрига, мне кажется, потеряется. Ты думаешь? Ха-ха-ха. Но можно рискнуть. Можно попробовать. Ну, смотри, если я сейчас скажу, да, я согласна, я как бы забираю 145 тысяч и все, и неинтересно. Едешь на багамы, допустим. Мы выключаем зад, да. на виртуальные багамы. А так я немножко еще посохраняю интригу. Я дам тебе обещание, что я свожу тебя в тропики. Да? Да. Окей. Виртуальные. Я согласна. Виртуальные тропики. Если я что сделаю? Не, ну, в любом случае. В любом случае. Ричи тоже везу. Тебе путевка от профсоюза будет. Поэтому. все-таки интереснее будет, если я сейчас откажусь. Ты нежно. Просто будет, будет, будет интрига. Будет. Вдруг я выиграю. Представься. Да, причем по сложному пути пойдет. Будет настоящим мужчиной. Так что я пока откажусь. Хорошо. Представляешь, сколько можно было бы купить. А теперь, а теперь еще я помолшу тебе. Попрошу тебя помолчать, вот. Я собрал слова в кучку. И когда это у тебя получалось? Сейчас очень ответственный момент. Пусть будет 19. Хорошо. 25 долларов. А-а-а. Твои шансы увеличились. Интрига увеличилась. Меня хотят выиграть. До 50%. Теперь у тебя 50-50. И Бакир предлагает 230 тысяч долларов. Я теперь понял, кто тебя побрил. Смотри, 230 или 75? 230 тысяч или 75? Просто. Или 500? Или 500 тысяч. Почему-то зал кричит ноу-ноу-ноу. Рискнуть ради интриги. Ради наших зрителей. Да, ради зрителей. Хорошо. Ради зрителей я рискну. Хорошо. Даже если я пробую. То, что ты не выиграешь, раздается зрителям. Как это говорится? Easy come, easy go. Yes. Ну что же, твое сердце подсказывает тебе, что не 500 тысяч находится в... А, то есть я сейчас должна выбрать не 500. Конечно. Да, что хочешь выбирай. Тут нет 500, тут есть 12 и 14. Окей, пускай будет 12. Они обе не 500. 12. 12. Да, 12. Как месяц. 500 тысяч долларов. И плеер 1, вы... Что? Простите, что? Не, ну все правильно. Что? Плеер 1 выиграл 125. А плеер 2 выиграл. А, видимо, я должна была все-таки 500 выбрать сейчас. Это странно. Это странно, но я выиграла. Это странно, но Марина побеждает и забирает 500 тысяч долларов. Мы поздравляем Марину с этим огромным просто выигрышем. Ты забрала... Мне кажется, кто-то подыграл здесь. Изменились правила игры просто на ходу. Спасибо, я недоволен. Так, держай, банкир. А, я напомню, друзья, что у нас исключительно честная игра. Я поздравляю наших игроков и мы с вами встретимся в следующих играх на канале Крафт Шоу. Я с вами прощаюсь. Со мной сегодня играли и побеждали. Я напомню, каждый из них получил какие-то деньги. Да, Рамон перед съемкой сказал, что ничего он нам не даст. Ничего он нам не заплатит. Тихо. Тихо. Нет уж. Обидно. Тихо. Конечно же, все игроки получат свои деньги в том или ином эквиваленте. Да. Скорее всего, в ином. И со мной сегодня играли и побеждали Рич Маквуд. Все будет, Бакс. И Марина Бонзаец. Всем спасибо. Мне было очень клево. Которая забрала полмиллиона долларов США. Теперь ты можешь бросать работу, уезжать куда-нибудь на Гарибские острова и жить долго и счастливо. Да, но только не в реальной жизни, извини. А меня зовут М.Ж. Рамон и мы здесь закончили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok